МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Неделя города и Марина Романюк. Смотрите выпуски. До Москвы за 45 минут высокоскоростная магистраль в Рязани появится не раньше 2030 года. В связке со СМИ комсомолка выкатила рейтинг публичности всех организаций города. Почитая традиции, в Рязани официально стартовала городская программа «Годы семьи». Управляемая посадка. Волонтеры Кораблинского района отправили бойца на СВО, противодронное ружье и амуницию. В России построят пять высокоскоростных железнодорожных магистралей из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Рязани, Минск. Об этом говорили на совещании по финансированию первой ветки между двумя столицами. Только для нее, по предварительным данным, понадобится 580 миллиардов рублей. В Рязани высокоскоростную магистраль стоит ожидать не раньше 2030 года. И вот почему. Рязань станет одним из пунктов назначения новой современной высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по строительству первой высокоскоростной ветки Москва-Санкт-Петербург. По словам главы государства, выделенные высокоскоростные маршруты помогут заметно нарастить пропускную способность железных дорог, разгрузят аэропорты, будут способствовать росту внутреннего туризма и деловой активности. Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии и Минска, вполне естественная, вполне реализуемая. Высокоскоростной считается отдельная электрифицированная двухпутная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Средняя скорость такого состава – 360 км в час. Впрочем, сейчас в России таких дорог нет. Но вот как раз пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. После возведения маршрута время нахождения в пути между двумя столицами не будет превышать 2 часов 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд Сапсан идет около 4 часов. На опубликованной в сети схеме ветка Москва-Санкт-Петербург значится под номером 1. До Рязани под номером 5. То есть этот маршрут будет последним в проекте, а значит раньше 30-го года. Об этом рязанцы будут только мечтать. Зато после обустройства железнодорожной магистрали поезд из Москвы будет приезжать примерно за 45 минут. Интервалы обещают сделать небольшими. Газета «Комсомольская правда. Рязань» вновь опубликовала рейтинг качества работы со СМИ среди государственных и общественных организаций в прошлом году. Среди всех очевидных номинаций есть и награда за лучшую динамику. Обо всем подробнее Валерий Седов. Можем начать с прогресса, с нашей третьей номинации, чтобы дальше подойти уже. Итак, мы называем это быстрый прогресс от АЛОДИСОСМИ в 2016-м году. Это третье место. В этой номинации мы награждаем управление ВСИН в реализации области. Пусть региональное управление ВСИН России третий в общем рейтинге, динамика роста одна из лучших. В прошлом году сотрудники СМИ оценили ведомство на 5,6 из 10. Оценка за 2023 год – твердая восьмерка. В этом году мы собрали информацию от 29 медиэкспертов. Под медиэкспертами мы подразумеваем главных редекторов, директоров, коммерческих, директоров крупнейших рязанских СМИ, которые действуют на территории нашего региона. Здесь были собраны все средства массовой информации, здесь были самых крайних и разных спектров. И поэтому каждый смог высказаться и поставить свои баллы удовлетворенности от работы со служб внешней коммуникации предприятий организации рязанских в 2023 году. Рейтинг качества работы со СМИ Комсомольская правда Рязань составляет уже шестой год подряд. Лидеров говорят, тут выявить сложно. Иногда ведомство, которое может долгое время прекрасно взаимодействовать со средствами массовой информации, вдруг теряет до полутора очков и опускается сразу на 10 позиций в рейтинге. Есть и обратные ситуации. Изначально в библиотеку имени Горького обратились только ради того, чтобы они предоставили площадку для награждения. Но Горьковка рейтингом заинтересовалась. И вот теперь его лидер. В номинациях не только государственные и общественные организации, но и коммерческие. Помимо строительных компаний, туда вошли банки, торговые центры, заводы и многое другое. Подобный рейтинг Комсомольская правда Рязань составляет уже шестой год. В этом, однако, коммерческие компании решили ответить необычным оловерды. Они предложили провести оценку работы самих СМИ. О результатах нового рейтинга будем судить уже в следующем году. В Рязани официально стартовал год семьи. Торжественное открытие прошло в муниципальном культурном центре. Семейный марафон включил в себя серию лекций, танцы, мастер-классы и спортивные мероприятия. Подробнее далее. Год семьи в Рязани стартовал в МКЦ танцевальной песенной программой. Среди зрителей те, кто свято чтит семейные традиции, одна из которых считает семью основой государства и благосостояния общества. Рязанцев с праздником поздравил глава администрации нашего города Виталий Артемов. Я хотел бы всех поздравить с годом семьи, потому что семья – это, наверное, самое главное, это основа основ. Наша страна – это наша семья, наш город – это наша семья. Семья каждого здесь сидящего – это своя страна, где есть любовь, взаимопонимание, дружба, забота о старшем поколении, уважение к классу. Россия – это сила, сила слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова также произнесла теплые пожелания со сцены муниципального культурного центра. И сегодня, открывая год семьи в городе Рязани, хотелось бы пожелать всем чуткости друг к другу, радости каждодневной, успехов, умения радоваться малейшим успехам друг к другу. И, конечно же, основа всего – это любовь. После официальной части детей и их родителей ждали интерактивные локации. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки, плетение тряпичных кукол-оберегов, изготовление добрых открыток и поделок из фетра. На площадках творческого клуба каждый смог попробовать себя в разных видах декоративно-прикладного искусства. А еще гостей мероприятия повсюду сопровождали ожившие персонажи из детских сказок, придавая празднику по-настоящему волшебную атмосферу. Для ценителей изобразительного искусства в семейной гостиной развернулась графическая выставка необыкновенных произведений графики Игоря Сенченко. Здесь же поговорили о семейных ценностях и традициях. Прежде всего, наверное, уважать друг друга, слушать и любить, наверное. Но это же самое главное. Чтобы все вокруг любили, друг друга уважали, помогали в сложной ситуации и делились со всем, если у кого-то что-то не хватает. Любовь, чтобы все друг друга любили, понимание, взаимосвязь, чтобы было. На празднике рассказали о грядущих проектах. 2024-й обещает стать плодотворным на тему семейных мероприятий как на федеральном, так и на региональном уровне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Аккаунты в мессенджере «Телеграм» оказались под угрозой. Схема похищения учетной записи выглядит довольно просто. Пользователи получают сообщения якобы от руководства мессенджера, администрации «Телеграм», службы поддержки и так далее. Как технически происходит интернет-кража, расскажем далее. Чисто технически это выглядит так. Автор канала получает сообщение, в котором говорится о проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных. Для подтверждения аккаунта пользователям предлагают перейти по ссылке. Специалисты Банка России просят этого не делать. Они знают, что будет дальше. После перехода человек видит дополнительные инструкции. Если их выполнить, то можно навсегда потерять аккаунт. Поэтому следует быть внимательней, ведь адрес поддельной страницы часто лишь незначительно отличается от официального сайта мессенджера. Злоумышленники меняют, убирают или добавляют один или несколько символов названия сайта. Для дополнительной защиты мессенджера, аккаунта мессенджера, мы рекомендуем установить двухакторную аутентификацию на стропах мессенджера. Это пароль, без которого никто не сможет с другого устройства подключиться к аккаунту без меда у него владельца. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам, вводить свои данные на непроверенных сайтах и передавать третьим лицам коды, пароли и иную конфиденциальную информацию. Отправитель сообщения может называть себя администрация «Телеграм», служба поддержки, обновления, безопасность. Можно, кстати, сразу кидать жалобу на этих непрошенных гостей и реальная администрация мессенджера проверит их на спам. В любом случае, предупрежден, значит, вооружен. А спонсор программы «Неделя города» – выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани, возле торгового центра. Круиз до 17 февраля включительно. Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной, детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел России считается 12 февраля 1969 года. Девиз отдела «Оружие в надежных руках». В преддверии 55-й годовщины образования сотрудников подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии торжественно наградили. Вот так со звонка в дверь и начинается проверка хранения оружия на дому. Лежать оно должно в сейфе под замком. Стволы отдельно, патроны отдельно. И сколько бы наименований там не было, сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии будут скрупулезно сверять номера. В каждом случае. За 23-й год таких проверок было больше 6 тысяч. Если брать комнаты хранения оружия обычных юридических лиц, там частное охранное предприятие, ведомственное охранное, у них объем оружия и патронов не такой большой. Если брать торгующее предприятие, да, то есть там объем как и оружия, так и патронов, он достаточно большой. Занимает вот эта проверка длительное время, поэтому на проверку выезжают 2-3 сотрудника. Чтобы в течение рабочего дня успеть все это проверить, мы осуществляем проверку условий сохранности оружия у граждан. Мы ориентируем всех наших сотрудников, чтобы они строго и четко проверяли условия сохранности оружия. Основная задача отдела лицензионно-разрешительной работы – контроль за оборотом оружия на территории региона. 12 февраля отдел отмечает 55-ю годовщину со дня своего образования. В 69-м году в управлении административной службы милиции им был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. На протяжении своей работы я вижу, то есть, ну, как менялось законодательство, да, то есть оно все-таки ужесточалось, уровень грамотности у населения начал расти, то есть больше стало сознательных людей. В данном случае именно вот закон о вороте оружия, он все-таки, как это печально не звучит, он написан кровью, можно сказать. То есть, поэтому мы должны вот это донести до всех. Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы провели больше 800 проверок объектов, которые охраняют частные охранные организации. И это только за прошлый год. Моя конечная цель заключается в том, чтобы каждый житель страны, например, придя в супермаркет, какой-нибудь спортивный зал и видя стоящего там охранника, всегда знал, что может к нему обратиться за помощью, и эта помощь будет квалифицированной. Потому что мы лицензировали этого охранника, проверили его подготовку, и пройдя все это, мы выдали ему определенные документы, благодаря которым он может квалифицированно выполнять свои обязанности. Задача у сотрудников только звучит просто. Соответствует ли охранник заявленным требованиям от частной охранной деятельности? На деле же надо проверить квалификацию, правильно ли сотрудники оформлены, прошли ли они подготовку, есть ли у них карточка охранника? За год аннулировано больше 700 разрешений, лицензий и удостоверений частного охранника. С инспекторами охотнадзора мы на постоянной основе участвуем в рейдовых мероприятиях по выявлению нарушений правил охоты. Все выходные мы в рейдах. Задачи всех лишить, либо перенаказать у нас такой нет. У нас главная задача, чтобы был порядок, чтобы было как можно меньше происшествия, лучше, чтобы их вообще не было связанных с оружием. Изъято больше 1200 единиц огнестрельного оружия и порядка 5000 патронов различного калибра. Добровольно сдали 54 ствола. К административной ответственности привлечено порядка 700 граждан. Мои знакомые меня часто спрашивают, какая конечная цель твоей работы? Я им всегда отвечаю. Я и мои коллеги, оказывая государственные услуги, вносим достаточно весомый вклад в безопасность нашей страны по линии оборота оружия, так и в части контроля за частной охранной деятельностью, детективной деятельностью. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отдела лицензионной разрешительной работы поздравил первый заместитель командующего центральным округом Росгвардии герой России генерал-майор Вячеслав Пытков. Сотрудникам вручили почетные знаки губернатора Рязанской области, ведомственные награды и благодарности. Начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев подчеркнул, что более полувека подразделения лицензионной разрешительной работы и государственного контроля качественно выполняют все поставленные перед ними задачи, в том числе в сфере оборота гражданского оружия, частной детективной и охранной деятельности. Рязанские волонтеры продолжают помогать нашим бойцам на специальной военной операции. В этот раз подключились ребята с кораблино. Парням на передовую они отправили противодронное ружье. Подробнее о том, как такую посылку удалось собрать и дошла ли она до адресата, расскажем далее. В этих картонных коробках простые солдатские радости жизни. Банки с тушенкой, влажные салфетки, сухофрукты и много-много чего еще. Собирали посылки, что называется, всем миром. Кто приносил продукты, кто переводил деньги. Все это добро теперь уедет к бойцам в зону СВО. Люди откликнулись на призыв наших очаровательных женщин-руководительниц нашего центра, координаторов нашего центра. Солдаты запросили определенные вещи. Это газовые баллончики для портативных горелок и переносных туристических плит. Это электроды, это отрезные диски для болгарок. Вот то, что было нужно. Мы организовались, общественный совет бросил клич, распространили эту информацию. Подключились к нам наши поэты-барды. Принесли. Кто деньги переслал, кто съездил, сам закупил, передали мне. Главная же ценность груза для бойцов – вот это, на первый взгляд, футуристическое ружье. Пусть оружие это кажется взято из фантастического фильма, назначение у него до банального простоя – сажать и блокировать дроны. Ну или, как говорят солдаты, птичек. Мы собрали на антидроновое ружье, мы его приобрели в эту отправку, оно едет к ребятам. Мы очень рады, это очень такой большой сбор важный и очень переживали, что вдруг что-то как-то затянется, но, к счастью, все получилось очень быстро. И ребят безумно рады, они уже тоже в курсе, что они… То есть они уже в курсе? Да, получат и, он говорит, просто огромное спасибо всем. На антидроновое ружье собирали, что называется, всем миром. По словам волонтеров, пригодились даже скромные 50 рублей. Свою лепту внес практически каждый житель Кораблино. И ответная благодарность не заставила себя ждать. Хотим выразить благодарность за участие в сборе, за помощь, оказанную нам. Отдельное спасибо хотим выразить нашему молодому поколению, в частности студентам колледжа, которые помогают нам в этом нашем нелегком деле, помогают нашим волонтерам при погрузке посылок молодцы. Молодое поколение, мы вами гордимся. Центр своих не бросаем в Кораблино уже несколько лет. Волонтеры говорят, что местные жители приходят часто, помочь продуктами или рублем. А у бойцов запросы есть всегда. Например, электрический провод сечением 2 на 2,5. Также нужны и расходники, газовые баллоны, перчатки, электроды, диски на болгарку. Впрочем, центры по сбору гуманитарной помощи работают не только в городе Кораблино. Есть они и в Рязани. Волонтеры говорят, что примут любую помощь. 14 февраля отмечают Международный день книгодарения. Его отмечают более чем в 40 странах мира. В России любители книг тоже организуют мероприятие в этот день. В нашем городе его впервые отметили 12 лет назад. Инициатором выступила Рязанская областная детская библиотека. Как проходит мероприятие, расскажем в сюжете. Там прячется клубника, душистая и слелая. Срывая, пока не съела я. А я себе в саду пойду еще найду. Вот такая ягода. А скажите, какая у вас ягода любимая? Смотри, клубника. Сегодня на празднике книгодарения Ирина Иванникова презентует свою новую книгу. За плечами детской писательницы уже есть десяток изданных произведений. Каждая в стихах. Слагать Ирина Иванникова научилась еще лет 8. К дню книгодарения Рязанская областная библиотека привлекла внимание рязанцев еще 12 лет назад. С тех пор акция стала ежегодной. Программа всегда разная, но цель мероприятия неизменна. Напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком. Мои любимые книги – энциклобедии про динозавров. Я небольшой фанат динозавров. Как бы планирую еще читать про наш окружающий мир. Наш же окружающий мир полон загадок, и он очень интересен для всего мира. Советую вам читать книги про животных, про растения и про все, что есть на нашей планете. А еще маленькие книголюбы сделали свои собственные книжные закладки и приняли участие в беспроигрышной лотерее. Вообще, несмотря на многообразие современных авторов, многие из гостей праздника – поклонники именно классической детской литературы. Я люблю читать. Вот недавно я прочитала книжку «Буратино», а сейчас дочитываю «Чебурашку». Дочитываю «Чебурашку», потом планирую читать мой «Дадыр». Мои любимые книги – это больше как-то история про Египет, про Древнюю Грецию. А еще увлекаюсь археологией, палеонтологией. Ну, мой любимый писатель – это Корней Иванович Чуковский, также Пушкин и Есенин. В этом году Рязанская областная детская библиотека вновь присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Добрая инициатива за 8 лет успела объединить более 80 регионов нашей страны. Книги мы любим в подарок принимать, но мы сейчас собираем книги для сельской библиотеки Пашковского района. И я очень рада, что рязанские школы, детские сады, рязанские предприятия, и театры, и музеи откликнулись и принесли нам много интересных новых книг. Собрать удалось уже порядка 500 книг. Поучаствовать в акции может любой желающий. Принести новые издания, а также книги просто в хорошем состоянии в Рязанскую детскую библиотеку можно до 18 февраля включительно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году ровно 10 лет как Крым в составе России. Рязанский музей путешественников решил почтить эту дату сразу двумя выставками. Фотографии Петра и Елены Черковых, картины Максимилиана Преснякова – это работы прямиком с полуострова, которые авторы сделали в разные годы. Живые, яркие, завораживающие фотографии экспозиции Крым-Можевеловые горы погружают в романтику русского юга. Изумрудно-лазоревое море с высоты птичьего полета. Местная флора и ночное небо, усыпанное миллионами звезд. Остаться равнодушным при одном лишь взгляде на эти снимки просто невозможно. Они были сделаны в 2021 году, в июне, когда мы как раз посетили мыс Айя Балаклавского района в Крыму. Буквально, когда я повесил все эти фотографии, я посчитал, мне было интересно, 54 снимка здесь. Но это лишь малая часть вообще того, что мы нафотографировали за те две недели, которые там были. А эта выставка называется «Воспоминания о Крыме». Живопись маслом, акварель, графика – всего 34 работы, которые художник сделал за несколько десятков лет. Конечно, картин гораздо больше. Здесь Максимилиан Пресняков собрал только самые лучшие, на его взгляд, работы с практически девственными ландшафтами, где почти не ступала нога туриста, объясняет художник. Судак, Феодосия, Керчь, окрестности Ялты. Автор знакомит зрителя с его личным восприятием красоты самого удивительного полуострова на Земле. В общем, еще много мест, где мне хотелось бы побывать, в принципе, как непосещенные, нерисованные. Но, тем не менее, здесь вот есть и Ялтинская Ейла, там, где, опять же, туристы меньше ходят. Вот, очень красивые места. То есть, этот обрыв, собственно, сам скальный к Южному побережью. А там по верхам очень интересные ландшафты. Длина Крымской береговой линии около тысячи километров, а омывается полуостров сразу двумя морями – Азовским и Черным. Интересно и то, что здесь уживаются сразу три природных и климатических зоны. В общем, туристические возможности нашего Крыма на самом деле безграничны, и объектив отражает лишь малую часть. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Праздники в нашей стране любят, потому и День защитника Отечества, и Женский международный день празднуют с размахом, с государственными выходными. Приобрести морские деликатесы с Камчатки к праздничному столу можно у торгового центра «Круиз» до 17 февраля. Нерка, палтус, омуль, белорыбеца и любимица всех покупателей чавыча, а также другие виды рыбы холодного и горячего копчения и слабого посола. Привезенные без заморозки, транспортированные особым способом, чтобы приехать к рязанцам без потери вкусовых качеств и полезных свойств. Эти морепродукты давно стали выбором тех, кто ценит свое здоровье. Какую любите рыбку? И красную, и белую рыбу. А икру любите? А? Икру, может, любите? Икру люблю. Да, наверное, все любят икру. А чем вам нравятся морепродукты? Вкусом, пользой чем? Не знаю, я просто люблю морепродукты. Даже лучше, чем мясо. Рыбы действительно приносят много пользы. Витамины и минералы, содержащиеся в ароматных кусочках, обеспечивают в сезон простуд нужным для иммунитета набором, а в пожилом возрасте помогают чувствовать себя лучше и бодрее. Как и красная икра, зернышко к зернышку, изумительного вкуса. Ну, рыба вообще вкусная всегда. Мы любим. Ну, вот взяли попробовать чавычу, белорыбицу, потом вот еще взяли рыбку там одну попробовать. Откуда вы знали вообще про эту выставку? И вам оно удобно? Ну, у нас телевизор есть, там реклама. Мы смотрим телевизор здесь поближе. Мы в песочне находимся. Кстати, придется она и прекрасным угощением на праздничный стол. Можно закупить уже сейчас и заморозить, а достать лишь в праздник 23 февраля или 8 марта. Спешите к торговому центру Круиз. До 17 февраля включительно работает выставка продажа икра и рыба Камчатская. На этом все новости к настоящему часу. До свидания. Это свершилось! Камчатские телегатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 12 по 17 февраля у входа в ТЦ Куиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова